Послание Отца Абсолюта, 31 января 2002 года Погода на заказ Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор о стихии воздуха. Каким образом человек может изменить энергетику окружающего его воздуха? Подобно тому, как вода меняет свой состав под воздействием различных энергий, что уже наглядно продемонстрировали ваши ученые, изучавшие причины изменения ее структуры. Так и структура воздуха способна видоизменяться в зависимости от того, какие эмоции, чувства и слова вы ему посылаете. И вы можете убедиться в этом на собственном примере, когда пытаетесь повлиять на погоду. Так, разговаривая с дождевыми тучами и посылаем свою любовь, вы преобразовываете их в облака, которые затем полностью рассеиваются, уже не закрывая собой долгожданное солнышко. И в этом процессе преобразования водной стихии из более плотной структуры в разреженную, главную часть принимает стихия воздуха, которая рассеивая частички влаги, в буквальном смысле разгоняет тучи. Без вмешательства человека этот процесс регулируется самой природой, на высшее благо всех. Но поскольку люди своими мыслями, эмоциями, действиями невольно влияют на все природные стихии, то и стихия реагирует на них соответствующим образом. При этом чем сильнее энергетика человека, как положительная, так и отрицательная, тем ощутимее проявляются ее последствия вовне. Наверное, некоторые из вас уже замечали, что ваше настроение отражается на природных явлениях, хотя многие люди считают, что наоборот, плохая погода ввергает их в состояние депрессии. На самом деле все эти процессы взаимосвязаны, поскольку и люди, и природные стихии находятся в едином энергетическом поле, а значит находятся в постоянном взаимодействии. И особенно сильно реагируют на состояние человека и его поступки стихии воздуха и воды, являющиеся частью человека. Как происходит подобное энергетическое взаимодействие? Каждая ваша мысль и эмоция порождает определенный вид энергии, который мгновенно отпечатывается в структуре воды, которой наполнен ваш организм, и воздуха, который вы вдыхаете и перерабатываете в данный момент. Так, находясь в состоянии злобы и агрессии, человек сам того не сознавая, напитывает этой энергией частички воздуха и воды, которые в свою очередь являются частичками своих стихий, вносят дисгармонию в их общую структуру. Именно поэтому в больших городах, где царит энергетический хаос и кипят человеческие страсти, воздух перенасыщен негативными энергиями. И в сочетании с неизбежным физическим загрязнением воздействие негативных энергий людей на стихию воздуха создает в больших городах удушающую атмосферу, в которой человеку становится трудно дышать. И поверьте, родные мои, энергетическое загрязнение воздуха оказывает на вас не менее губительное воздействие, чем выхлопы автомобилей и выбросы промышленных предприятий. И в следующий раз мы поговорим о том, как можно минимизировать последствия негативного энергетического воздействия человека на стихию воздуха, чтобы вводить в ней резонанс, установив тем самым гармоничные отношения. «Любящий вас безмерно Отец-Абсолют» говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...